велоавария признал ли вину автобусник задержали бочку и автопати у обочины привет друзья эксклюзив и неподдельные эмоции в месте происшествия расскажем событиях города и области все то о чем вы спрашиваете в том числе и в соцсетях в наших пабликах вконтакте телеграм-канале и так далее каждый день новые видео на улице московского и дома 217 потерпел фиаско велосипедист он ехал по парковке слишком поздно заметил встречный автомобиль и врезался в него видимо повреждения и травмы были незначительными и участники дтп договорились по данным гибдд эта авария не зарегистрирована сегодня ночью в советском районе мужчина за рулем ниссана врезался в мотоблок с прицепом погиб водитель одноосной машины больше информации об этом и других дтп за сутки в нашем обзоре авария произошла сегодня в час 40 ночи в советском районе по предварительным данным водитель ниссана столкнулся с мотоблоком от удара 64-летний водитель мини-трактора погиб в обстоятельствах дтп сейчас разбираются следователи а в лузском районе произошла авария с участием одного автомобиля по предварительным данным 19-летний бесправник не справился с управлением машина перевернулась юноша вызвали бригаду скорой помощи в кирове на улице воровского столкнулись три автомобиля mazda десятка и skoda водитель отечественного авто обратился за помощью медиков на улице спаской пострадал пешеход по предварительным данным 44-летний водитель рено дастер наехал на 40-летнего мужчину пострадавшему потребовалась медицинская помощь а на улице павла корчагина произошла авария с участием двухколесного транспорта по предварительным данным столкнулись автомобиль иш и мотоцикл honda водитель японского байка травмировался сергей пичугин место происшествия в кирове закончено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего водителя автобуса 27 апреля этого года александр гарцев не справился с управлением и врезался в столб на улице производственной в аварии пострадали 28 пассажиров и сам водитель момент дтп зафиксировала камера видеонаблюдения версия о том что водитель уснул не подтвердилась сам александр рассказал что засмотрелся в зеркало заднего вида и в последний момент увидел столб и даже пытался избежать столкновения тяжкий вред в дтп получили две женщины которые ехали у передних дверей у них переломы черепа и челюсти остальные пассажиры идут как свидетели взыскать ущерб с перевозчика они смогут в гражданском порядке свою вину водитель признал 264 в номере это прогноз таким вопросом задались активисты ночного патруля в садаковском с их помощью сотрудники дпс задержали пьяного водителя audi 100 он и его друг неудачно съездили в магазин с добавкой в итоге лихач остался со спиртным но похоже без прав интересный нюанс в госномере нарушителя цифры 264 а это номер статьи в уголовном кодексе повторное пьяное вождение выяснилось что мужчину оформили за пьяную езду впервые главное чтобы он не повторил ошибку иначе цифры 264 на номере авто окажутся пророческими а в котельническом районе сполна ощутил на себе наказание за повторную пьяную езду водитель другой бочки audi 80 на ней мужчина в январе под шофе катался в городе котельниче в итоге ему дали два года лишения прав и 240 часов обязательных работ автомобиль правонарушителя момент совершения указанного преступления находился в собственности подсудимого при таких обстоятельствах суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры обоснованно применил положение статьи 104 прим уголовного кодекса россии и конфисковал то есть обратил в доход государства автомобиль правонарушителя можно предложить осужденному альтернативу общественный транспорт будет снова кататься но уже в качестве пассажира вместе с земляками как в сельди в бочке зато не пешком что стало причиной смертельного пожара в вятских полянах сейчас выясняют сотрудники следственного комитета возгорание произошло в деревянном жилом доме квартира сгорела полностью 46-летний жилец погиб на месте его сожительница удалось спастись ее в итоге госпитализировали предварительную версию следователи пока не называют идет проверка а теперь топ народных видео напугал пешеходов и владельцы регистратора водитель porsche когда развернулся на перекрестке улице ленина и современной автор видео соблюдал дистанцию и аварии удалось избежать в случае дтп нарушителю этот маневр обошелся бы в круглую сумму дверь под замену было бы точно оригинальным способом поймал машину в пять утра захмелевший пешеход на улице азина проезжую часть мужчина использовал как танцпол и в ожидании попутки устроил автопати мужик стелет нормально в 5 утра судя по видео помочь уставшему тусовщику согласился водитель ларгуса едва не попал в дтп на обгоне водитель машины с камерой на загородной трассе он уже выехал на встречную полосу и в этот момент маневр начал шофер на киа не уверен не обгоняй думал что стоит в левом ряду оказался на встречной полосе водитель тойоты на студенческом проезде об этой ошибке ему напомнил владелец регистратора на грузовике а 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 похоже на этом выезде не хватает разметки на привокзальной площади в неловкую ситуацию попал водитель ларгуса видимо он приехал издалека особенностей городского движения не знает поэтому не сразу разобрался куда ему двигаться налево или направо в итоге встречные машины дали ему понять что он ошибся а и ты чего навстречу ты поехал дурной заблудился что ли смотри на знаки и краснеть не придется Устал или перегрелся, как водитель Ларгуса? Выйди из машины и развейся. Чтобы провести время с пользой, можно припарковаться в автоколонии 12-13. Это комплекс, где есть все и сразу. Тут тебе и роботизированная пенная, круглосуточная автомойка грузовых и легковых автомобилей. Также на территории работает круглосуточная автозаправочная станция с качественным топливом по низким ценам. И еще один из перспективных проектов комплекса – это торговый центр «Маяк». Здесь уже работает гипермаркет с продуктами и бытовыми товарами, а остальные площади ждут будущих арендаторов. То есть в одном месте можно помыть машину, заправиться и купить продукты для ужина. Автоколонна 12-13 находится по адресу автотранспортный переулок 4. И на этом все. Ждем вашей активности под нашими постами. Ни одного сообщения мы не пропускаем. А если вы сняли что-то интересное, присылайте видео по этому номеру или почте. Остерегайтесь телефонных мошенников и пьяных водителей. До свидания.